Тинга Ли Арт Добрый день! Итак, мы с Вами находимся в Валерее Вернисаж и сегодня поговорим о том, как приготовить основу под живопись масляными красками или акриловыми. Итак, мы берем заказанный в правильном месте правильный художественный подрамник. Вот у него здесь специальные пазы. Подрамник нужного размера, получаем его в таких вот палочках на почте и быстро и легко собираем. Это делается очень просто. Вот так соединения все складываются. Надо быть осторожным, чтобы не получить занозу. Вот примерно так он собирается. Вот пазом сюда к нам на лицевую сторону. И вот так мы его собираем. Ну вот, грубо говоря, подрамник готов. Сейчас нам еще нужно проверить его на правильность прямых углов. Я это делаю, проверяя диагонали. Диагонали должны быть одинаковые. По диагонали вот так и по диагонали вот так должно быть одинаковое расстояние. Сейчас мы это проверим. Берем рулетку и смотрим. Вот здесь 89. И смотрим здесь 89. Все нормально ровно. То есть ровность углов соблюдена. Теперь под этот размер вырезаем холст льняной. Рекомендую настоящий льняной. Примерно средней зернистости. В данном случае. Выбираем ту сторону, на которой меньше узлов. Бывает, что узлы. Вот тут вроде чистенькая. И начинаем натягивать. Натягиваем обыкновенным вот таким прибором. Значит, мы постараемся сделать натяжку на обратную сторону, чтобы бока у нас были чистые. Это не обязательно делать, но если хотите. Значит, натягивается сначала вот так крестом по центрам. Вот так вот берем. Укладываем, смотрим равномерно. Оставляем равномерные стороны. Я оставил примерно по 5 сантиметров запаса. Поэтому все должно быть нормально. Вот забили мы первый. Теперь ровно напротив забиваем второй. Натягиваем. Сильно перетягивать смысла нет. Надо тянуть как бы умеренно. Теперь крестообразно натягиваем в эту сторону. Берем точно так же делаем. Стараемся, чтобы вот здесь у нас соблюдалась ровность, параллельность краям, параллельность волокон. Поэтому не сильно тянем, а контролируем натяжку вот здесь. Чтобы ровно посередине был спокойный, равномерный, перпендикулярно параллельный рисунок. Подтягиваем. Закрепляем. Для убедительности можно еще подровнять молоточком. Вот. Здесь у нас должна получиться ровность. Вот такая, волокон. Дальше тянутся диагонали, то есть углы. Подтягиваем один угол. Потом угол, который идет напротив этого угла. Подтягиваем. И эти углы. Так же. Подтягиваем. Вот. Смотрим. Более-менее ровно. дальше следующие углы здесь чтобы был красивый можно попробовать сделать вот так вот подгибаем сюда да подгибаем сюда и этот край укладываем вот так вот ровненько вдоль этого подтягиваем закрепляем чтобы получилась ровненькая такая полосочка уже здесь тоже загибаем выравниваем подтягиваем и закрепляем вот так теперь тоже самое делаем со следующим подгибаем выравниваем подтягиваем и четвертый угол подтягиваем выравниваем закрепляем дальше натягиваем таким образом между этим и этим центрально здесь так чтобы волокна были условно ровные итак продолжаем натяжку теперь у нас эта сторона напротив уже забитого с той стороны натягиваем с этой стороны подтягиваем тоже контролируем чтобы вот здесь примерно волокна шли между точками закрепления ровненько на одной линии то же самое по этой стороне находим центр между уже забитыми удерживаем удерживаем ровнулими то же самое напротив протягиваем закрепляем закрепляем теперь опять берем между теми которые у нас уже забиты можно еще одну и сделать посередине тоже стараемся чтобы волокна оставались на линии вот переворачиваем делаем напротив то же самое что и по другой стороне также здесь если видим что можно забить 2 примерно расстояние 4 сантиметра то можно забить тогда не посередине вот так вот два это должно быть достаточно то есть не один посередине а два и все и и и и и и и и вот одна сторона уже закончена примерно 4 сантиметра между ними это достаточно чтобы хорошо ровно держалась и так же делаем эту сторону вот 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 ну вот это эта сторона уже закреплены теперь осталось закончить с длинной стороной здесь у нас получается еще по одному между этими забить с этой стороны и с той стороны и он будет готов так итак вот мы закончили натяжку у нас все пробито здесь здесь расстояние между ними где-то от 3 до 5 сантиметров как получится зависимости от вашего размера вот здесь мы закрепили аккуратно хвосты чтобы они не торчали вот у нас получается ровненький лучшем случае вот такие ровненькие уголочки желательно вот вы более-менее красивой вот такие уголочки вот такой натянутый холстик вот теперь перед тем как проклеивать его клеем желательно взять какой-то тонкий инструмент типа толстой иглы шила или может быть кончик ножниц и попробовать вправить некоторые узелки которые могут потом неприятно неприятно вылазить и мешать когда вы начнете делать тонкую обработку например лица и у вас будет торчать какой-то узелок это всегда неприятно поэтому рекомендую провести следующую операцию итак для того чтобы убрать некоторые неприятные неровности поверхности можно взять иголочку пробовать выдернуть если он не отрывается попробовать его как бы вплести в структуру туда внутрь так просовываем поверхность становится ровной однородная так вот и вот можно не обязательно все узелки можно только самые крупные таких аккуратненько подравниваем как бы проталкивая ее туда выравниваем поверхность так вот так вот так 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 минимизируем все бугорки неровности есть такие которые можно немножко загладить такой пример совсем уже тоже если попытаться его протолкнуть туда он немножко выравнивается становится не такой такой активно высокий не так сильно будет выступать ну конечно здесь на краю холста это не так важно добрый день большее значение имеют те узелки которые находятся где-то в центре или ближе к тому месту где у вас будет например лицо или что-то другое что вы хотите прописать тонко и аккуратно на ровной поверхности вот видите вот когда мы смотрим под таким светом вот мы видим эти неровности если некоторые которые нужно просто как бы оторвать потому что остается ну и так всю поверхность насколько вам насколько вам нужно ровно кто любит совсем чистенький ровненький тут может вернуть все неровности кому кто пишет более грубо пастозно это может быть не имеет большого смысла но когда вы сделаете такую процедуру в конце получите удовлетворение вашего ровненького красивого холста на котором ничего не торчит ничего не мешает воплощение вашей задумки вот так обрабатываем до нужной до нужной ровности вот все ну вот если наше видео было вам полезным подписывайтесь на наш канал ставьте лайки будем показывать все что у нас будет интересно пишите нам комментарии задавайте вопросы с удовольствием будем отвечать